17 депутатов городской думы Хабаровска вышли из ЛДПР в знак протеста против политики и ООО губернатора Дегтярева. Напомню для тех, кто запамятовал, Дегтярев стал руля региона полгода назад после того, как в отставку по беспределу отправили Сергея Фургала. Фургал пользовался большой популярностью среди населения, был одним из немногих чиновников в стране, который действительно работал в интересах избирателей. В частности, человек, например, развернул активную кампанию по борьбе с коррупцией в краях и привилегиями для элит, причем реальную кампанию, а не показушную. Ну и вот, видимо, кому-то хвост прищемил, итог мы все хорошо знаем, утратил царско-боярское доверие, дело какое-то нафталиновое достали из пыльного сундука, за решетку мужика сунули. Вот с тех пор Дегтярев на его месте и смешит всю страну. Казалось бы, ну прислали человека на замену временно, как говорили сами, в том числе главный, мол, пока не разберемся. Ну что, во всей России ни одной внятной кандидатуры не нашлось. Реально, ведь шута Горохова отправили стратегически важным регионам руководить. Мало того, что человек глупым оказался, так он еще и откровенно на стороне режима играет, против которого хабаровчане голосовали два года назад. Вот обычно любят на митингах покричать эти горлопаны, там, мы здесь власть, вы не власть. Власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Ну путают формулировки и понимание, да? То есть какая вы власть? Вы избиратели, да, на выборах вы. К слову, 17 депутатов, покинувших ЛПДР, простите, ЛДПР, это уже не шутки. В данном случае я даже предположить не могу, что этот человек будет лопотать в дальнейшем, на что он надеется, потому что, по сути, в парламенте Хабаровской теперь появилась очень мощная и крупная оппозиционная фракция, и вот эти-то люди, даже по Дегтярёву и в отличие от него, являются самые, что ни на есть властью, законодательную ветвь представляют, о которой в Конституции написано. Вот чего банный халуй с ними-то станет делать? Начинаем! Хотя, вы знаете, я всё-таки догадываюсь, какие шаги Дегтярёв и компания могут начать предпринимать. Ну, во-первых, возможно, попытаются купить этих депутатов. Нормальная такая практика для современной России. Режим всю дорогу так поступал, и у режима получалось, как это ни печально. Ну, вспомните того же Рогозина, да, ведь непримиримым оппозиционером был ещё не так давно, когда в Госдуме сидел фракции Родина, командовал. Чем всё закончилось? Правильно. Поманили пальчиком, обольстили должностью, пообещали денюжку. Оппозиционную непримиримость куда-то сдуло тут же. Сегодня Родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь. Или другой пример, пожалуйста. Знавал я одного политика, депутата Госдумы, не из ЛПДР, к слову, который ну настолько оппозиционным парнем был, вот везде без мыла. От него стрелялись единороссы, а мы, журналисты, челу даже определение придумали, оголтелая оппозиция. Так называли в хорошем смысле слова. О ком речь спрашиваете? А речь идёт о, по сути, втором человеке в партии «Справедливая Россия» Александре Буркове. Чтобы не быть голословным, фрагмент выступления господина Буркову в пропагандистском эфире покажу. Не так давно это было. А что с выборами у нас происходит? Выборы губернатора через муниципальный фильтр. Как я могу, депутат, кандидат в «Справедливая Россия» пройти муниципальный фильтр в городах? Там же одни единороссы. Ну и тут, как в случае с Рогозиным получилось, однажды из Кремля тоже поманили пальчиком, предложили муж чине тот самый заветный пост губернатора в Омской области в обмен на лояльность, не поверите. Снова случилось чудо. Вчерашний оппозиционер стал не оппозиционером. Теперь это верный солдат Урфина Джуса. И спасибо вам за ту поддержку медицинских работников в виде стимулирующих выплат. Ну и во-вторых, раз выше было во-первых, давайте не будем сбрасывать со счетов излюбленный прием элит, одурачивание масс через продажные СМИ. 20 лет эта история работала, сработает и сейчас, уверен, даже в Хабаровском крае. Кстати, там уже идут этим путем. Полгода народ протестует. Такого в новейшей истории России не было ни разу. Причем протесты отнюдь не точечные. Десятки и даже сотни тысяч людей на улицы выходят каждые выходные на протяжении нескольких месяцев, повторюсь. А в это время местная пропаганда бессовестно моет мозги своим землякам. Не какой-то московский Киселев этим занимается, которому с**ть по большому счету на этот Хабаров. Он не собирается там жить. Это делают местные типа журналисты. Натягивают бесстыжие улыбки на свои рожи, ага, и брешут родственникам, друзьям, соседям. Ну, на мой взгляд, самая главная вещь, которая произошла с приходом в Рио губернатора, это внимание Запада, которая сразу же обратила свой взор на наш город. На Дальний Восток. Да, на Дальний Восток в целом. И какое-то финансирование начало поступать дополнительная. Министры к нам зачистили. Да-да-да, в соседнем Владивостоке все то же самое происходило. Кстати, когда нужно было в губернаторское кресло путинского ставленника Кожемяка посадить? Спросите у жителей Приморья, что сегодня там происходит? После того, как они все-таки купились на похожие россказни, до сих пор им там допфинансирование выделяют? До сих пор на них внимание Федеральный Центр обращает? Да нет. Толпа свое дело сделала, теперь им проблемы толпы до лампочки. Это реальная журналистика, дальше интереснее. Поехали! А вообще, конечно, главная причина, почему нас все время имеют наши слуги, это бестолковость россиян. Без обид, но оно правда. Бестолковость, аморфность, отсутствие активной, хотя нет, вообще какой-либо гражданской позиции, полное нежелание интересоваться происходящими процессами, от слова вообще. Люди как бараны уперлись. Нет, я политикой не интересуюсь. И все, с места их не сдвинешь. Вот только жулики этим как раз пользуются. Как там было в бессмертном кино? А куда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Простой пример приведу сейчас. Итак, на медне докладывал вам о новой схеме распила бюджета, которую ребятишки в очередной раз придумали. На всякий случай напомню. Россия потратит 65 миллиардов рублей на прокладку кабеля высокоскоростного интернета, знаете где, в Арктике. Слушайте, что началось после этой публикации? Да ты в вопросе не разобрался. Эту линию собираются прокладывать для военных. У них на севере огромное количество бас и бла-бла-бла. Первое. Для меня, например, очевидно, что люди, которые подобное пишут, точно никогда не служили в вооруженных силах. Все их познания об армии явно из эфира телеканала «Звезда». Ну какой высокоскоростной интернет у армейских. Они до сих пор Р-105, Р-109 используют. Зайдите в гугл, посмотрите, что это за хрень, из каких она годов. Самое новое, что есть в вооруженных силах сегодня, это «Акведук». Выпускается с 2000-го. Ну и второе, оно гораздо важнее. Мы же ничего не хотим слышать, по-русски сказал. Заказчиком проекта выступил Минтранс, Министерство транспорта. Это инициатива Минтранса и Морфлота? Блин, где Минтранс и где военные? Сложно об этом подумать. В итоге один дурак написал, остальные подхватили. Впрочем, нашлись и совсем индивидууму, которые все-таки верят. Там, наконец, взялись за голову и решили-таки заняться развитием страны. Это же хорошо, писали мне, что хотя бы интернет начали развивать, пусть и в Арктике. Чем ты опять недоволен? Блин, 20 лет людей по одной и той же схеме разводят. А давайте затеем стройку века какую-нибудь, или там проекты века реализуем. И что в результате? Сколько таких стройк в конце концов похоронили? Все эти северные и южные потоки силы Сибири. Где они? Что с ними? Космодром Восточный, гостиница на окололунной орбите, Урал Промышленный, Урал Полярный, а еще Большой Евразийский университет, Стан 5000. Да я долго могу перечислением заниматься. Я очень хочу ошибиться, честное слово, но получается это пока не в нашу пользу. Получается, что практически каждый из этих проектов затевался с одной единственной целью. Освоить бюджетное бабло, однако Ване это объяснять бесполезно. Ваня живет в мире рывков и прорывов из телевизора, поэтому... А куда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Ладно, по традиции из личного немного. Вот вы знаете, некоторое время назад на почве похожего спора у меня случился конфликт с друзьями детства-юности, с которыми когда-то учились вместе, служились, я бывший военный напомню. Слушайте, святые люди. Вот святые люди, я имею в виду вообще всех, кто погоны носит, во-первых, их бессеребренники, а во-вторых, как собаки преданы беззаветно. Смотрю на них и офигеваю. Человеку за 40. Всю жизнь он отдал служению родине, или правильнее будет сказать, служению государству. И вот сегодня ему за 40, повторюсь, взрослый мужик, а у него ведь даже угла собственного нет. Квартира элементарная, куда бы он мог привезти жену, детей, по съемным хатам мыкается. В лучшем случае в лохотрон под названием ипотека врюхался. При этом за чиновника этот человек готов костьми лечь. Спрашивает, что ты оставишь своему ребенку медальку? Грамоту за выслугу лета. Ведь твои генералы живут-то по-другому. Да, наверное, можно сказать, вооруженные силы, это миллион человек сегодня. Где же взять денег-то, чтобы жильем всех обеспечить? Вот только для Собянинской программы реновации деньги как-то нашлись. И он как раз миллион москвичей отселить собрался. Впрочем, это уже совсем другая история. Все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Благодарю кафе Фаина Раневская за предоставленное помещение. Подписывайтесь на наш второй канал. Сейчас там выходят ежедневные новостные ролики, которые здесь мы не публикуем. Этот канал будет нужен в будущем. Для противостояния цензуре в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем. Спешу откланяться. Пока. Пока.